В Израиле начались самые крупные в истории совместные противоракетные маневры Израиля и США – «Можжевеловая Кобра». В них будет отрабатываться возможная массированная ракетная атака на Израиль. Командующие учениями провели в Тель-Авиве совместную пресс-конференцию. Это пятое учение «Можжевеловая Кобра» Цагала и армии США, которое проходит раз в два года. Учения «Можжевеловая Кобра» сосредоточены на эффективной комплексной обороне против ракет типа «Земля-Земля». Они не предполагают атакующих действий. Учения планировались более полутора лет и не являются реакцией на те или иные текущие события. Маневры будут включать развертывание войск на суше, компьютерную имитацию ракетных ударов, штабные учения, применение живого огня. В маневрах, которые продлятся три недели, примут участие воздушные морские сухопутные силы. С американской стороны в них примут участие тысячи солдат и офицеров и 15 противоракетных кораблей 6-го флота ВМС США. Я рад представлять здесь тысячу американских военнослужащих, участвующих в этой серии учений. В течение двух лет сотни людей приложили немало усилий для планирования и подготовки этих маневров. И они оправдаются той максимальной пользой, которую мы из них извлечем. Мы задействуем науку, творчество и лучшее достижение нашей баллистической обороны. Но главное, мы еще раз проверим степень доверия, надежности и сотрудничества между нашими армиями. Надеюсь на лучшее, мы будем готовы к любому повороту событий. Точный сценарий ударов, который будут имитированы, израильские и американские офицеры не раскрыли. Но сообщили, что они практикуют различные совмещения противоракетных систем, способных защитить ракет большой и средней дальности, той со стороны Ирана, Сирии и Ливана, и малой дальности, которыми уже много лет обстреливают Израиль и сектор Агаза. Впервые будут испытаны сразу четыре израильские и американские системы противоракетной обороны, в том числе усовершенствованная американская система Петрио-3. Адмирал Ричардсон заявил, что американские войска покинут регион сразу после завершения маневров. Но израильское министерство обороны рассчитывает, что несколько американских систем Петрио-3 останутся в Израиле и после окончания учения. Элла Казакова, Гидон Дубинский, специально для Артен, Израиль. Продолжение следует...